виталий приветствую тебя торговая сессия вторника обсуждаем снова рынки основные тенденции смотрим на релизы значимы если они есть на повестке экономического календаря но как правило учитывая то что у нас с тобой эфир по вторникам и сразу на неделю вперед конечно же есть какие-то ориентиры которые подсвечиваются с нашей страны уважаемые подписчики те кто следит за нашим совместным контентом эта запись специально для вас чтобы у вас была дополнительная точка зрения мнения какие-то водные для принятия торговых решений но даже несмотря на то что иногда мы можем быть очень уверенны то что рынка поведут себя определенным образом не забывайте контролировать риски следите за загрузкой депозитов это принципиальнейшие вещи которые мы оставляем на вашей стороне потому что трейдинг вообще тоже настраиваться всегда с учетом того что вы уже понимаете что такое правило риск менеджмент виталий ну что эта неделя поинтереснее с точки зрения событий чем прошлое много данных из сша опять же сегодня ждем заказан товар длительного пользования завтра уже статистика еще более интересная до конца недели будут еще годовые данные по ввп первичные заявки индекс производства на активности айсэм самая объективная картина и может быть сейчас мне поправит и скажет что самый важный отчет это вот релиз пи си который оценивает инфляцию сша ну точнее так принято считать что для федрезерва это один из основных предпочтительных индикаторов оценки ситуации с инфляционным давлением перед тем как выйдут уже официальные данные по индексу потребительских цен поэтому да эта статистика поможет нам купив совокупности разобраться с тем что будет или может произойти с американской монетарной политикой и соответственно с американским долларом ну что давай традиционно начнем с меня демонстрация экрана я сегодня на пробегусь ровно по тем же инструментом что мы смотрели с тобой в прошлый раз начнем с американской валюты индекса доллара который сейчас торгуется вблизи ста трех шестидесяти двух и да сейчас рынок в ожидании вот этих данных которых я сказал заказан товар длительного пользования уровень доверия потребителей будем смотреть на эти отчеты с оценки изменения вероятности снижения ключевой процентной ставки в сша потому что после протоколов фрс на прошлой неделе и на основании комментариев представителя американского регулятора ясно что федрезерву требуется больше данных не только даже по инфляции а в целом по американской экономике чтобы прийти к какому-то оправданному обоснованному решению по началу смягчения экономической политики но пока что фрс не торопится с снижением ставки мы это прекрасно знаем по данным инструментов ad watch tool вероятность снижения ставки в марте и мая вообще ничтоженно мало я предлагаю даже не обсуждать а вот июнь вероятность снижения ставки там чуть чуть больше 50 процентов сегодня читал очень большой доклад прогноз скажем так голлман сакса по основным тенденциям на рынке облигаций фондовых индексов и там тоже была затронута тема доллара с точки зрения изменения американской монетарной политики вот аналитики голлман сак считают что ставка первый раз сша будет снижена даже не в июне а в июле на 25 байсных пунктов и в совокупности они оценивают этот масштаб снижения в этом году на 100 байсных пунктов то есть чисто теоретически можем сказать что изменения американской монетарной политики уезжают на второе полугодие и я думаю то что в этой связи если оценивать долгосрочные перспективы доллара да мы конечном счете увидим слабеющий доллар но думаю не сейчас и доллар могут снова выкупить также собственно активно как мы точнее не выкупить а развить нисходящую динамику как мы наблюдали после выхода данных а по инфляции сша две недели назад даже чуть больше и я все еще сторонник того что американская валюта хотя да оговорился все-таки смотрю на график и на текущую тенденцию я придерживаюсь идеи того что индекс доллара будет развивать восходящую динамику и с целями 104 потенциально выше и конечно же чем дольше фрс тянется вот этим смягчением американской монетарной политики тем больше условий для того чтобы доллар все-таки фундаментально получал эту поддержку и развивал восходящую динамику так что касается других инструментов золота текущей котировки 2035 долларов за трость к лунцу я здесь отношу вообще оцениваю перспективы золота всегда сравнивая с тем что происходит на рынке американских облигаций если понедельник мы после снижения резкого в пятницу наблюдали за трежери с которой торговались в районе четырех двадцати двух сотых процента то вчера доходность трежери снова выросла до четырех двадцати восьми и сейчас вот в принципе около того держится я думаю то что оценивая либо делая большую ставку на высокий показатель корреляции между поведением золота и рынком долга сша можно предположить что вряд ли оба этих инструментов могут демонстрировать динамику ну скажем так не стоит ожидать роста золота когда растут доходность американских облигаций и я считаю что пока доходность трежи держится ваш вообще выше четырех процентов золото легко может прийти к развитию нисходящей динамики у меня раньше были цели когда мы тестировали отметку 2000 что золото скорее всего будет какой-то период времени консолидироваться рядом с планкой как раз в 2000 и в конечном счете перейдет к развитию еще более выраженного снижения потому что я продолжаю верить в роста американского доллара сейчас не отказываюсь от этой идеи не грамм не удивлюсь если золото сегодня после выхода данных по заказам товара литерного пользы начнут быстро продавать и в конечном счете котировки снова окажутся ниже двух тысяч двадцати нацелиться на возвращение поддержки 2000 в общем я скептик в отношении всего рынка драгоценных металлов и считаю что скорее пойдем вниз чем вверх и что касается рынка нефти 8188 на прошлой неделе в конце удалось продавцам локально перехватить инициативу по сути с уровня 83 с небольшим котировки вернули в район 80.50 и вот вчера вы купили до отметки 8187 сегодня из отчетов стоит отметить американский институт нефти и его оценку изменения запасов нефти сша учитывая сложившуюся уже за последние четыре недели тенденцию значительного роста запасов нет сомнений в том что сегодня мы тоже увидим данные с знаком плюс то есть будет зафиксирован прирост запасов я допускаю что даже не только нефти но и нефтепродуктов дистиллятов дизеля и бензин и завтра думаю что точно такая же оценка будет еще и от администрации электрической информации поэтому считаю что скорее дальше будем наблюдать за развитием нисходящей динамики и вообще рекомендую уже довольно таки давно ждать по бренду закрепление этого актива ниже 80 долларов за баррель виталий слово тебе так всех приветствую но принципе ты отметил что важная статистика на неделе высказал свое мнение я фундамент трогать не буду потому что сложно спрогнозировать какие будут данные я надеюсь что они будут плохие и заказы то есть я ничего плохого не желаю американцам что у них все плохо но как бы чтобы пошло все мою сторону посмотрим посмотрим рынок такой я его оцениваю немножко нервный сложный есть у меня видение но принципе продолжение с прошлой недели напомню на прошлой неделе я разбирал три инструмента я и принципе сегодня на них остановлюсь это евро доллар в принципе там зеркало индекса доллара нефть марки бренд и золото то есть по евро что я говорил а мы торговались на прошлой неделе в районе 0 770 плюс минус вот здесь до прошлый вторник я говорил что возможно присмотреться к рискованным покупкам но более надежные покупки будут если мы закроемся выше вот этого уровня то есть это 1 07 90 там с копейками 1 там 1 08 условно да если мы закроемся выше тогда можно сказать флажок в руки и наверх да то есть в принципе мы это и получили то есть как раз получается во вторник там выходили данные мы пробили этот уровень закрепились выше проторговались даже то есть все по по лекалам технического трейдинга и смотрите какой мы получили хорошие хорошие движения наверх да здесь нету волатильности прям скажем там 200 300 пунктов в принципе все сейчас инструменты в таком узком диапазоне но прошлой неделе было правильно спрогнозирована и можно было заработать если вы конечно прислушались к моим рекомендациям на текущий момент я в принципе и дальше вижу евро вверх конечно стоит ли покупать секущих сложно сказать потому что мы находимся возле верхней там плюс-минус границы но на если оценивать евро в глобальной перспективе то я вижу его вверх в район там один двенадцать если будет какая-то коррекция здесь нужно смотреть где-то там в район 108 плюс-минус если будет хороший сигнал на покупку можно дальше присмотреться к покупкам возможно ли какой-то альтернативный момент если выйдут там прямо хорошие новости по сша и возможно мы еще пойдем раз обновлять 107 то есть тогда будем по-новому смотреть но все равно я дальше буду искать где-то здесь плюс-минус точки входа на покупку поэтому евро ищем точки входа на покупку секущих возможно принципе там вот мне нравится если смотреть недельный график по евро доллару недельный то есть у нас две предыдущие недели закрылись такими пин барами которые говорят и плюс эти пин бары в районе прошлого уровня 107 говорят о возможном окончании вот этого нисходящего тренда и мы дальше будем хорошенько расти но это рынок обязательно стоп-лосса если вы используете мою скажем рекомендацию потому что артема то есть противоположная рекомендация дальше что касается нефти по нефти марки бренд здесь идея у меня в принципе как бы сказать она не то что не сработало не сработало тот лимит который я говорил я советовал оставить выше вот этого уровня 83 50 на пробой да то есть у нас было здесь хорошее накопление мы подходили к уровню максимума января но не смогли его пробить и хорошенько так откатили я продолжаю видеть нефть в рост то есть здесь возможно два сценария первый дальше ждать когда мы подойдем снова к этому уровню 83 50 если здесь нарисуется пробойная модель работать на пробой это первый вариант второй вариант рискнуть купить с текущих то есть видно что нефти в районе 80 условно 70 вот здесь такую уровень хороший есть да и и от купая то есть раз от купили второй раз от купили и третий раз от купили то есть это получается прошлая пятница мы здесь остановились открылись гепом небольшим и от купили снова то есть покупаем нефть текущих кто желает купить и целимся там на 83 50 и дальше там на 85 стоп лосс обязательно ставить за если мы будем проваливать 80 70 условно там 80 50 понедельный минимум то да возможно мы там провалимся хорошенько обязательно ставить стопы потому что нефть такая волатильная что если там можно какую-то просадочку пересидеть но можно ошибиться и там получить такой против себя тренд это что касается нефти кстати если в двух словах затронуть газ натуральный то мне кажется что он конечно он такой перепродан сильно но у нас конец зимы здесь уже принципе понятно почему цены падают но мне кажется здесь может быть какая-то коррекция коррекция так вот так если кто-то ругует натуральный газ я на текущий момент скажу так я его не торгую на текущий момент у меня нет позиции по нему можно пробовать плюс минус текущих купить с целью там условно 2 доллара 2 доллара возможно выше я не знаю то есть там же часть держать если уйдем на 2 доллара то есть берем с текущих или там кто торгует на пробой 1 86 вот этот прошлого недельный максимум локальный конечно здесь сильный тренд нужно это понимать обязательно стопы стопы ниже вот вот ниже пятницы то есть желательно ставить то есть вот здесь мне кажется такая не прям супер но какая-то информация есть ребят ну и золото у нас осталось да по золоту прошлый вторник я советовал покупать его и мы в принципе как и евро и золото оно в принципе одинаково сходило то есть можно было на прошлой неделе заработать по данному инструменту кто покупал и я говорил что я золото жду там далеко наверх мы понятно да еще не дошли но локально кто покупал в плюсе кто ранее не покупал в принципе я дальше смотрю золото наверх с целью 2060 2090 там 200 250 вот туда нужно понимать что может быть еще один какой-то минимум потому что здесь такие так сказать как это назвать такой треугольничек можно нарисовать и принципе мы можем от верхней границы вот как раз у тебя там нарисовано вот это здесь сверху трендовая линия мы можем отсюда и отбиться еще раз протестировать там тысячи там 2000 и 1980 там плюс-минус еще там даже уйти это сюда плюс-минус поэтому аккуратненько подбираем с текущих кто ранее не покупал кто ранее покупал удерживаем себе спокойно вот как то вот так пока я такой аппетит к риску мне по инструментам скажем и нефть и евро и доллар конечно ситуация может поменяться как после выхода каких-то новостей как вообще поломать вообще ситуацию да слонгами а может просто быть это в моменте какая-то коррекция и дальше будут снова вытягивать тренд то есть это нужно понимать вот как то вот так виталий спасибо тебе за рекомендации следим за фундаментальным фоном который вносит безусловно динамику финансовых инструментов как мы уже с тобой отметили фон на этой неделе насыщенный поэтому событий будет очень много сегодня начинается публикация значимых американских релизов следим контролируем риски и в следующий вторник конечно же снова обсудим с тобой как вообще на все это реагирует рынок и будут ли какие-то изменения в глобальных рыночных настроениях и в том числе среди руководства федеризирова вот этому вопросу связанным со смягчением национальной монетарной политики виталий снова тебе огромное благодарность что подключился обсудил рынки отдельно спасибо за газ даже по своим комментариям своим роликом вижу были интересующиеся учитывая катастрофическую перепродность как называют когда же разворот и вообще этим инструментом очень трудно торговать учитывая то что движение там могут по 20-30 процентов за одну торговую сессию ну отсюда да риски колоссальные ну и прибыль тоже ну и нужно понимать как ты ответил в самом начале что обязательно ставь стопы потому что если ситуация условно идет против тебя может идти как видим натуральный газ может там падать неделями и непонятно когда развернется а если ты там взял с хорошим там объем плечо то скажем можно и маржин кол получить поэтому обязательно риски соблюдать вот на необходимости соблюдения рисков я предлагаю сегодня закончить еще раз большое спасибо за твои рекомендации и хорошей и тебе и нашим подписчикам торговой недели пока удачи всем пока